Большой железный ящик весом 31 килограмм с пеклом до 250 градусов внутри. Или, если попроще, встраиваемый духовой шкаф Hyundai. Сейчас всё про него расскажу. С вами Экзебетиком. Поехали! Дизайн у прибора, конечно, очень милый. Наверняка домой прямо тянет, если знаешь, что там тебя ждёт улыбающаяся духовка. Рот — это, понятно, ручка, а глаза — два поворотных регуляторов, ну или, если попроще, если на человеческом — крутилки. Левая меняет режимы, а правая настраивает температуру. Посередине небольшой экран и три сенсорных кнопки. Не очень очевидно, но включается духовка кнопкой M. Ею же, если нажать два, три или четыре раза, можно включить таймер. Он может работать в трёх режимах. Первый — просто будильник, который зазвонит через нужное время и будет верещать пять минут, если его не остановить. Второй — это заданное время приготовления. Устанавливаем время, включаем, и когда эти часы и минуты пройдут, духовка выключится. И ещё один режим — время окончания приготовления. Нужно, чтобы были правильно настроены системные часы, тогда можно задать время выключения духовки. Сам по себе такой режим довольно бесполезный, наверное, но его можно совместить с предыдущим. Ну, установить, например, время приготовления — час, время окончания — семь вечера, и тогда в шесть часов духовка включится, а всем выключится. Будем надеяться, что с готовым блюдом. Вообще, по-моему, у всех духовых шкафов слишком замороченное управление. Даже создатели стиральных машин, где тоже есть куча режимов, таймеры и дополнительные настройки, так вот даже они смогли сделать более или менее интуитивно понятные интерфейсы. А тут придётся выучить. Не высшая математика, конечно, но придётся прочесть инструкцию, ну, или посмотреть наш обзор. А их тип познавательный. В плане приготовления у этой модели шесть режимов. При размораживании она просто гоняет внутри воздух комнатные температуры. С режимом верхний и нижний нагрев всё понятно, просто нижний нагрев, думаю, тоже. В интенсивном запекании духовка греет вовсю. Работают верхний и нижний элементы, плюс конвектор гоняет горячий воздух. Гриль плюс конвектор нужны, чтобы быстро подрумянить блюдо. Ну и последний режим эко. В нём работает нижний нагревательный элемент и гриль. Выставляя температуру, нужно понимать, что в духовках такого класса в порядке вещей некоторая неравномерность. Ну, например, мы включили режим с верхним и нижним нагревом без конвекции, задали 200 градусов и выставили термощуп в пяти углах и в центре. В глубине получилось целых 235 градусов, а рядом с дверцей — 190. Разброс заметный, и к тому же даже в среднем температура оказалась чуть выше задной. Так что нужно учитывать это, когда готовится конкретное блюдо. Но мы попробовали запечь всякое разное, и всё получилось отлично. Творожное печенье, запечённый камбомбер, свинина с гарниром и капустные стейки. Примерные рецепты и много фотографий есть в обзоре по ссылке в описании. Обязательно посмотрите. Это духовой шкаф. Сейчас стоит примерно 27-28 тысяч рублей. За эти деньги получаем модель с таймером и шестью режимами. Фактическая температура немного отличается от заданной, но готовить это не мешает, по крайней мере, нам. Кстати, существует ещё соседняя версия HEO 6647. Там всё примерно так же, но есть ещё два дополнительных режима, в которых используется гриль. Ну и она дороже на пару тысяч рублей. Спасибо, что посмотрели. Будет здорово, если поставите лайк и подпишитесь. А с вами был XBT.com. Пока!